Привет всем! Меня зовут Галинка, и это мой альтернативный взгляд на город Екатеринбург. В моих видео я стремлюсь показать максимально интересные места каждого отдельно взятого района, при этом затрачивая минимум средств. Как оказалось, в Екатеринбурге очень много районов. За те 8 лет, что я здесь живу, я была чуть более чем в половине, но всё-таки ни один район не знает так хорошо, как свой. Я думаю, каждый из вас меня поймёт. В связи с этим родилась идея познакомить всех желающих, конкретно с нашим районом, в котором проживаю я и мой секси-оператор. Теперь я буду так тебя называть. Это район Ботаника. И, конечно же, хочется снимать и узнавать другие районы, и было бы здорово, если бы вы нам в этом помогли. А именно, присылайте мне в личку ВКонтакте адреса тех мест, которыми вам хотелось бы поделиться с другими районами. И, конечно, было бы замечательно, если бы вы ещё и прикладывали к адресам этих мест какую-то мини-историю, чем это место так вам понравилось и, может быть, чем оно знаменито. Мы нарисовали совместно с моим секси-оператором запатентованное имя. Мы нарисовали карту. И кто-то может сказать, что она безбожно врёт, но это неправда. Мы придерживались масштабов, мы очень старались. И, мне кажется, она просто неповторимая и очень красивая. Это вообще, наверное, символ нашего паблика. Кто-нибудь, интересно, замечал, что у нас шортаж похож на почку? А вот это... Это кладбище над ним, я тебя смеётся. Мы будем отмечать на ней районы, которые прошли. Сначала это будет штрих, что мы его обозначили и мы за него взялись. Сейчас мы обвели ботанику, и когда мы её пройдём от и до и покажем вам всё, что хотели показать, по крайней мере, на данный момент, мы её заштрихуем. И так будет... заштрихуем. И когда ботаника будет заштрихована, мы перейдём к следующему району. И так потихонечку, постепенно мы сами вместе узнаем, что же прячет каждый из районов этого города. На самом деле круто, делитесь своими впечатлениями о своём районе, своими интересными местами. И будем дружить районами. В конце каждого видео я буду подводить итоговую сумму в рублях, потраченную на одного человека за время съёмки, и говорить адрес этого места. Первое место, которое мы решили показать вам на ботанике, бульвар имени архитектора Малахова. Он у нас самый молодой. Я про бульвар, а не про архитектора. Благодаря тому, что этот бульвар у нас самый молодой, он самый ухоженный, пока что не тронутый ни вандалами, ни прочими личностями. Его крышуют мамочки, мамочки с колясками. Этот бульвар разделён на две части. Мы покажем одну. Это часть, на которой есть фонтан. Да, у нас на ботанике есть фонтан. Ну, конечно, не такой помпезный, как, возможно, в центре, но при этом не менее любимый. И буквально там же, рядышком, возле фонтана, нужно пройти совсем чуть-чуть, и будет одно такое клёвое место, которое я пока не назову, потому что оно может быть закрыто так же, как, в общем-то, и фонтан может не работать. Ну, в общем, если мы там проберёмся, это будет здорово. Ждите. Мы пришли к тому самому фонтану, о котором я говорила. Единственному фонтану на ботанике, самому красивому, самому замечательному и чудесному. Мы можем подойти близко, потому что у меня нет микрофона, и я боюсь, что меня просто не будет слышно. Но меня, наверное, и сейчас слышно не очень хорошо. Он работает. Ботаник один из самых молодых районов в Екатеринбурге. Его облагораживают каждый год. Вот этому фонтанчику уже целый год, как минимум. А ещё у меня ощущение, что из-за ветра не слышно меня совсем абсолютно. В данный момент мы закончим с фонтаном, потому что мы показали, что он есть, мы показали, что это клёвое место, это бульвар Малахова. Сейчас мы пойдём к тому самому уголку, о котором я говорила до этого. Он находится здесь же, рядом в двух шагах. Придём и покажем. Мы пришли на то самое место, о котором я говорила. Это скейт-парк, мини-скейт-парк на ботанике. Здесь буквально две-три годки, но этого достаточно, чтобы делать трюки. Здесь дикий грохот от боемиксов и скейтов, но при этом здесь очень позитивная атмосфера всегда, и куча сладеньких мальчиков. На самом деле, если у вас есть какие-нибудь колёса, и очень хорошо, если вы сейчас поняли меня правильно, колёса, на которых можно ездить. Везжайте сюда, здесь очень круто. Будь то скейт, беймикс, самокат, как мы видим, ролики. Короче, здесь очень много вариантов для тренировок. Ну и, соответственно, клёвые компании, у которых даже своя музыка есть. Пока что на сегодня это всё. Только первое место на ботанике, которое мы хотели вам показать. Точный адрес — это бульвар имени архитектора Малахова, его основание, или возле дома Кристинского, 37-2. Здесь находится этот мини-парк. Мы потратили 0 рублей, потому что мы здесь живём, но я так полагаю, денег тратить не нужно. Разве что, если вы хотите попить воды или перепустить. Всех люблю, будьте чудом. Пока-пока. На сегодня первое видео-съёмка закончилась. Мы потратили 0 рублей.